Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. ЧП российского масштаба в больнице Миссимашко погибли три человека. Основной версии у следствия пока нет. Массовая гибель рыбы на пре. Рыбаки и участники сплавов продолжают бить тревогу. Дрифт на парковке. Как собираются бороться с лихачами? Начинаем с чрезвычайного происшествия. Сегодня примерно в половине четвертого утра возник пожар в одной из палат второго корпуса больницы Миссимашко. Там находились тяжелые больные с коронавирусом. Двое были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медперсоналы, прибывшие пожарные, сработали оперативно. Но жертв избежать не удалось. Максим Васильев продолжит. Вот эти три обгоревших окна на первом этаже – это самая злополучная палата, в которой сегодня утром произошел пожар. Сейчас там работают эксперты, что известно на данную минуту. Примерно в 3.30 утра произошло возгорание. В палате находилось 10 человек. 7 из них удалось эвакуировать. Троих спасти не удалось. Еще раз повторюсь, работают эксперты. И пока что приоритетной версии возгорания у них нет. Первыми на место происшествия прибыли пожарные. Спустя 4 минуты. И практически сразу же в региональных и федеральных СМИ главной причиной было названо возгорание аппарата ИВЛ – искусственной вентиляции легких. В пострадавшей палате содержались больные с ковидом. Это была так называемая красная зона. Поэтому отказ оборудования выглядит вполне логичным. Впрочем, вот на этом видео от Следственного комитета можно разглядеть обгоревшие стены не только в помещении палаты, но и за ее пределами. Поэтому вероятность короткого замыкания электропроводки тоже остается. Сами эксперты версию с неисправным ИВЛ пока не подтверждают. В настоящее время Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления СК России по Рязанской области, по факту гибели трех человек при пожаре, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователи и криминалисты Следственного управления продолжают осмотр места происшествия. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причины очага возгорания. О том, что это были неполадки именно аппарата ИВЛ, еще до официальных выводов следствия заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов после просмотра камер наблюдения. Аппарат загорелся, ну фактически произошел небольшой взрыв. Медсестра сразу же стала пытаться потушить этот пожар. Подключилась к ней сразу вторая медсестра. Это все причем видно на видеозаписях, которые были установлены в больнице, на камерах, которые были установлены в больнице. С огнетушителем сразу пришла, попыталась помочь потушить пожар. Сразу же сообщили всем, кому нужно. И сработала, кроме того, противопожарная сигнализация больничная. Вот сигнал вовремя поступил на пульт противопожарной охраны. Эвакуации подвергли весь второй корпус. Больных перевели в другие корпуса больницы имени Симашко, ОКБ, 4-ю городскую больницу. 27-летнюю медсестру Елену Федорову с ожогами 75% тела срочно отправили в лучшую клинику страны. Принято решение об оказании родственникам погибших помощи материальной. Конечно, с ними работают даже психологи еще. Помощь материальная в размере 1 миллиона рублей каждому, каждой семье, по каждому погибшему. Поэтому две медсестры, о которых я сказал, которые принимали самое активное участие в тушении пожара, спасении больных, они пострадали. Одна из них в достаточно тяжелом состоянии, первой и второй степени ожоги. Мы приняли решение и договорились сразу с Минздравом Российской Федерации об эвакуации этой медсестры в ОКБ, вернее, в больницу имени Вишневского, в специализированный ожоговый центр, конечно. Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий пока причину не называет. Но утверждает, новую партию аппаратов ИВЛ, закупленную в прошлом году, вернули в область после строжайшего контроля. У каждого был сертификат годности. У нас, вы помните, да, в прошлом году, когда были несчастные случаи в других регионах, мы тоже закупали 20 аппаратов той фирмы, вот, и они у нас взымались, прошли, скажем так, аккредитацию, и потом они с сертификатом годности вновь были поставлены в регион. Все это отслеживается Росздравнадзором, и все это выводится на федеральный сайт, потому что, значит, там аппараты не допускаются до использования. Все за этим смотрится очень строго. Но эти аппараты, они достаточно свежие, они находятся, по-моему, еще даже на гарантийном, наградивном периоде. Партию аппаратов ИВЛ, о которой, вероятно, и говорит Андрей Перелудский, закупали через компанию «Рязань Медтехника». Информация об этом есть на сайте госзакупок. Вот только марка аппаратов там «Айвен-201», в то время как, возможно, неисправным был аппарат «Борей» из Китая. Та ли это партия или другая, выяснит следствие. Специалисты Росздравнадзора уже на месте. Дело на контроль взяла и прокуратура. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мы снова возвращаемся к истории с протекающей крышей в доме номер 9 по Первомайскому проспекту, о которой мы рассказывали в марте этого года. После нашего репортажа подрядчик вроде бы пообещал все исправить. Предписание об этом было направлено и от жилы инспекции, от регионального фонда капитального ремонта. Но вплоть до сегодняшнего дня никаких реальных действий на доме не производилось. История с ремонтом крыши дома по улице Первомайский проспект 9 уже можно назвать долгоиграющей. Это при том, что обещания помочь пенсионерке звучали практически весь март. Вот документы, которые пришли Валентине Трифоновой по почте. В них обязательство устранить все до 16 мая. И вроде как гости к ней кто-то по вопросу ремонта крыши уже приходил. Изучали долго. Предлагали странные вещи. Туда прошли. Вот тут, вот тут это. Вот тут каким-нибудь обоим подклеить. Но мне не надо это все переклеивать. Я не хотела. Это мороки столько, что это. Вы мне устраните вот это вот, чтобы было. Одну стену и все. И потолок. Так, так, все тут это самое, обработать, все это. Потолок весь. Он так сказал. Думаю, что ж там за платками. Ну, постучали. Он что-то такое говорит. А вот тут вот тоже простукивается. Там, наверное, уже все, может, это. Все высыпалось, все это, выточилось. Постучал. Говорит, тут тоже простукивается. Прям вот пустота. Вот и все. После наших мартовских репортажей какие-то комиссии здесь действительно были. Но к реальному ремонту никто так и не приступил. Ни в апреле, ни в мае. Понятно, что в фонде капитального ремонта весной менялось руководство. Понятно, что принимать решение здесь было просто некому. Впрочем, сегодня в фонде все-таки появился тот, кто принимает решение. Дмитрий Калачев о проблемной крыше на Первомайке-9 знает и уверяет. Чинить к Валентине Ивановне уже точно придут в ближайшие дни. В принципе, проблема из-за чего возникла. На одной части крыши все забито грязью, старыми листьями. Это все копилось. Соответственно, осень-весна образовывается наледь. Она не уходит в водоприемные воронки. Она забивается там. И вода переходит, начинает давить капиллярные давления наверх. И она находит где-то себе лазеечку. Сегодня у нее были подрядные организации. Можете связаться с ней. Уже так, в принципе, пообщались с ней. Наверное, в ближайшие несколько дней все там поправят. По словам Дмитрия Калачева, самое важное после того, как крышу отремонтируют, правильно ее содержать. А это уже работа управляющей компании. Прошлое от дома отказалось. Новое только вступает в отношения с жильцами. Но за крышей вроде как обещает следить бережней. В Рязанской области произошла массовая гибель рыбы. Об этом говорят пользователи соцсетей. Причиной для выдвижения такой версии стал видеоролик, который выложил один из пользователей платформы YouTube. Сам ролик и возможные причины гибели обсудим далее. Вместо тишины и уютной речки туристов встречает мертвая рыба да неприятный запах. Именно так для рязанца Василия Широбокова и его товарища прошел сплав Попре. Ну да, уж. И вонь какая-то стоит, блин. Да, да, да. Ну вот она вся рыба. Двое друзей спланировали маршрут Попре от Спасклепиков до Диулина. И уже на отправной точке своего пути, говорит автор видео, все берега усыпаны мертвой рыбой. Итак, 10 километров. Дохлая рыба. Очень много там в кустах рыбы дохлой. Прям вообще очень много. Вот смотри. Траванули чем-то. И вот все берега вот так в рыбе. Печальное зрелище-то. Да, и нигде никаких не всплесков ничего нет. Пачками лежат. О гибели рыбы на препе писали и раньше. Сообщения приходили еще 30 мая от жителей деревень Калдева, Полушкина и Фомино. Притом деревенские уже выдвинули свою версию произошедшего. С электрическими удочками браконьеры были. Это по данным местных жителей деревни Заводская Слобода. Как раз на прошлой неделе. Но они бы собрали рыбу. Пересказ пересказа, конечно, не истина в последней инстанции. Поэтому причину произошедшего будет устанавливать экспертиза. Стали массово поступать сообщения о погибшей рыбе на реке Праа. К сожалению, мы сами были свидетелями этой ужасной картины. На участке от деревни Калдева до деревни Заводская Слобода все кусты усыпаны мертвой рыбой. Ждем результатов официальной экспертизы проб воды, которые будут готовы на этой неделе. Это сообщение опубликовали 7 июня. Поэтому результаты обещают уже скоро. Нам же остается ждать комментариев официальных ведомств. Валерий Седов, телекомпания «Город». С рязанскими дрифтерами решили бороться. Правда, пока не на официальном уровне. Какие меры были предложены, выяснял Валерий Седов. Авария на перекрестке Дзержинского и Гагарина произошла в октябре 2018. Видео так и назвали «Рязанский дрифт». Но если понятие «дрифт» подразумевает занос контролируемый, то тут ситуация прямо противоположная. А это излюбленное место рязанских дрифтеров – около торговых центров на Московском шоссе. Катаются они преимущественно затемно, когда других автомобилей на парковке нет. Но иногда страдают и другие водители. Вот результат. Местных жителей беспокоит и другое – постоянный шум автомобильной резины и громкая музыка. С этим и решила бороться администрация торговых центров после жалоб рязанцев. Спать невозможно, и такое продолжается около декатлона до утра каждый день. Так делайте что-нибудь, чтобы жителям города спокойно спалось в ночное время. Подобные обращения поступают и в ГИБДД. При том, как такового нарушения дрифт нет. Это попадает под статью «Опасное вождение». В настоящее время административные ответственности непосредственно за опасное вождение не предусмотрены. Но тем не менее, любители такого дрифта, они зачастую допускают довольно большое количество сопутствующих нарушений ПДД. Среди которых и пересечение сплошной линии разметки, и проезд на запрещающий сигнал светофора, и невключение указателей поворота. Вот за все эти нарушения правил дорожного движения предусмотрены административные санкции как в виде штрафов, так и даже лишение права управления транспортными средствами. Сотрудники госавтоинспекции консультируют владельцев торговых центров на тему того, как можно ограничить возможность опасного вождения. При этом оно должно быть безопасно с точки зрения ПДД. Владельцы торговых сетей планируют установить шлагбаумы и бетонные полусферы. Мнение жерезанцев в комментариях разделилось. Одни говорят, что администрация поступает правильно. Другие же предлагают решить проблему иначе. Просто выделить любителям дрифта отдельную площадку. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город. И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова